Новая жизнь старого детского сада. В детском саду номер 15 посёлка Южного Крымского района открылась двухэтажная пристройка на 65 мест. Строительство нового корпуса началось весной 2017-го. Возведён он за счёт средств депутата Госдумы Российской Федерации Ивана Демченко. На внутреннюю отделку пристройки, обустройство дополнительных теневых навесов, ремонт фасадов, имеющихся зданий и кровли основного корпуса из бюджета Крымского района было выделено порядка 9,5 миллионов рублей. Новое двухэтажное здание полностью обустроено для развития и отдыха детей. Игровые комнаты из спальни, санузел и уличные теневые навесы сада номер 15 рассчитаны более чем на 50 детей. Мы сегодня должны думать о будущем. О будущем вот они, вот они стоят. Понимаете, в каких они условиях будут воспитываться и жить, так они дальше будут и мыслить, дальше будут также и работать и строить наше государство. И хочу, чтобы таких праздников в нашем районе, а тем более в вашем поселении было ещё больше. Огромное спасибо, Иван Иванович, от всех жителей за это действительно нам подарок. В этом году мы не собираемся снижать ни на секунду, ни на грамм даже введения и ни на одно место введения. Мы будем ещё больше вводить детских. И задача поставлена такая. Мы должны полностью ликвидировать огромную, к сожалению, очередь в нашем районе. Благодаря открытию дополнительной перестройки и очередь в детский сад поселка Южного полностью ликвидирована. А вот маленькие хозяева для гостей устроили небольшой праздник по этому поводу. Мы огромное спасибо всем сегодня говорим. И за новый детский сад от души благодарим. В августе 2017 года в эксплуатацию была сдана такая же двухэтажная пристройка детскому саду номер 39 хутора Новоукраинского пригородного сельского поселения. 270 мальчишек и девчонок благодаря этому смогли переступить ворог до школьных учреждений. В этом году в планах районных властей возведения пристроек детскому саду номер 32 хутора Адагума и детского сада номер 35 города Крымска. Также будет проведена оптимизация площадей в детских садах поселка Саукдере.